Российские пользователи столкнулись с приостановкой доступа к загрузке Windows 10 и Windows 11. О проблеме стало известно 19 июня. Представители корпорации ситуацию пока никак не прокомментировали. Однако на различных форумах уже начали появляться жалобы от пользователей из России о том, что на их компьютерах под видом очередного обновления произошел откат до версии XP. При этом попытки как-то обновиться всячески пресекаются системой. К счастью, эта ситуация не коснулась абсолютно образования и медицины. То есть мы как вуз и как образовательное учреждение, у нас вот школа, например, да, мы можем спокойно лицензироваться Microsoft'ом. Но мы понимаем, что это тренд и что нам надо импортозамещаться. Ранее действия корпорации Microsoft повлияли и на японских пользователей. Почти неделю назад компания официально прекратила поддержку Internet Explorer. Это вызвало серьезные проблемы у правительственных ведомств, финансовых институтов и производственных компаний Японии. Как и в предыдущем случае, способ справиться с проблемой один – поиск аналогичных сервисов и оперативных систем. Из аналогов это самое популярное и доступное на российском рынке, если можно так сказать, это Ubuntu, на мой взгляд, это Linux, система Linux, да, операционная система Linux, да, есть Alt Linux, есть Astra Linux, но они уже платные, да, и свободное программное распечение, юзер-френли, как я уже говорил, на мой взгляд, это Ubuntu. Эксперты отмечают, что переход на другую оперативную систему может быть непростым. Смена интерфейса может сбить пользователей с толку. Самый наилучший вариант – регулярное обновление программного обеспечения. Маргарита Михайлова, Универньюс.